Категорически нацелены на то, чтобы «Ангушт» выступал в высшей лиге. Нет таких амбиций. И сегодня задача номер один для футбольного клуба «Ангушт», чтобы они были в первой лиге, в Фенуэле, и чтобы они там закрепились. Это тоже довольно сложная задача, сложная проблема. Почему? Потому что требуются хорошие средства, в бюджете их нет, и не имеем права. А найти спонсора для клуба довольно сложно. Но, тем не менее, задача вот такая. Это раз. И второе, у меня твердое убеждение, надеюсь, я буду до конца на этом настаивать. И главный тренер футбольного клуба об этом знает, что все игроки футбольного клуба должны быть только российского масштаба. Никаких иностранных агентов, контрагентов там не должно быть. Мы будем растить своих. А тренер Ингуш? Местный тренер? Не понял. Тренер Ингуш? Нет. Тренер не Ингуш, тренер Борис Стукалов. Он известный тренер. Из сборной молодежной его тренировал. Поэтому понимание здесь есть. Меня сегодня радует, что 80% команды – это местные ребята, Ингуши, играют в этой команде. Мы заманивая сюда, да, великие футболисты, хорошие технари, хорошие футболисты, но при этом мы не видим своих игроков уже. Мы во всех клубах держим иностранцев. Своим ребятам вырасти, наверное, это мешает довольно срочно. Почему? Потому что все внимание уделяется на иностранных футболистов. Но тем не менее, это тоже может надо кому-то, у кого деньги есть, может он там специально это делает. Не знаю, для рекламы, для того, чтобы показать. Но мы так хотим делать. Бокс у нас великолепная школа, мы на высоте действиям. Зюдо у нас вообще лучше, наверное, там в стране, почему-то хорошая школа зюдо. И нас зюдоисты сейчас довольно хорошо облищут. Хотя на Олимпиаде не выиграли, потому что молодежь нас хорошо прошла. Школа в вольной борьбе пошла. Мы сейчас создали федерацию парашютного спорта, федерацию горнолыжного спорта. И над этим сейчас работаем по экстремальным видам спорта. Наши ребята сейчас, которые по смешанным единоборствам, они буквально три года, два года как прогрессируют, начали вот это движение, уже занимают первые места и на Кубках России, и на чемпионатах мира. Хорошо идут. И, конечно, сейчас упор делается и на развитии легкой атлетики, тех нетрадиционных, так мы выражаемся, видов спорта, которых не было на Кавказе. Экстремальные виды спорта в том числе. У нас довольно серьезно сейчас начал работать и под стиль восточных единоборств. Есть такой стиль, создал парень, шот сан лэд, типа кунг-фу или еще чего-то. Ну, тоже такое экзотическое, наверное, направление. И инициаторы есть, он такой фанат по большому делу этого направления. Тоже мы с ним контракт заключили, он сейчас работает и будет наращивать это направление. Ну и, конечно, виды такие, как и альпинизм. Наша девушка, она, наверное, первая в России, которая взошла на Эверест с двух направлений и хочет покорить еще пять раз Эверест и стать вообще там рекордом спортом мира в этом направлении. И я знаю, что ей это под силу. И она создает свою школу альпинизма. То есть куча вещей, которые в спортивных мероприятиях, не говоря про такие виды, как кубки парашютного спорта в России, которые мы сейчас проводим ежегодно. Мы в этом году второй раз проводили. М1 по смешанным мероприятиям, которые вообще зрелищные, очень большое мероприятие. Ну и дальше, когда мы будем развивать горнолыжные направления, там мы сделали специально направление для сноуборда, кубки хотя бы России проводить. То есть куча направлений, которые мы будем наращивать, это наращивать в спортивном направлении. Мы строим сейчас дворец спорта хороший, буквально скоро поставим парашютную вышку. Другие спортивные объекты и строятся, и физкультурно-раздоровительные комплексы, и стадионы. Ну делается вот за два года, если взять, конечно, сделано в десятки раз больше, чем вообще за 20 лет в республике, и в спортивном направлении в том числе. Это большой плюс, и главное, что молодежь это замечает, и это ответ тому вопросу, как мы снизили кремогенную обстановку. Это тоже очень связано, потому что молодежь идет, занимается спортом, и дурь имеющая в голове. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!